Господь не связывает человека по рукам и ногам. Можно было бы легко одеть наручники, посадить в какой-нибудь автомобиль, пусть даже комфортабельный, и отвезти в Царство Небесное. Господь оставляет каждому человеку свободу. Но и враг рода человеческого, он тоже не дремлет, и он свои тоже предлагает какие-то маночки, какие-то вкусняшки, какие-то угрозы иногда. И поэтому кто-то проявляет слабость и реагирует на провокации, а кто-то понимает именно, что это провокация, что нельзя купить себе временные какие-то земные блага ценой отказа от вечной жизни. Мы будем говорить именно об исповедниках. Так вот, можно дерзнуть сказать, что значение исповедников, может быть, даже больше, чем новомучеников. Исповедник – это уже мученик, но который оставлен был Богом для того, чтобы передать эстафету веры дальше. Вот это огонек веры. Потому что о многих святых мы знаем, у них были духовные чада, которые впоследствии тоже были и монахами, и священниками, и архиереями. И которые также потом собирали общины. И именно тот дух веры, огонь веры, они передавали дальше. Вот именно о них мы поговорим. Он говорит и о прославленных исповедниках, да, и о тех исповедниках, чей подвиг тоже явно виден, но пока они не находятся еще в списке канонизированных святых. Ну, тем менее, так сказать, ничто не мешает нам их почитать, читать о них, узнавать о их жизни и как-то вдохновляться их примером. В нашем соборе новомочников и исповедников 62 исповедника. Сам собор возглавляется исповедником, патриархом Тихоном. Два митрополита, два архиепископа, четыре епископа. Дальнейшее, дальнейшее, так сказать, мы о ком-то поговорим подробно, о кого-то просто упомянем. А во второй части мы будем говорить о неканонизированных исповедниках, прошедших лагеря, и, в частности, о тех, кто служил здесь. Но большая часть лекции будет посвящена протерею Владимиру Отту, удивительному человеку, который был по рождению, по национальности. Он был немцем, родился в семье лютеран, живших в Москве, но принял православие в годы революции, когда как раз церковь была уже гонимая. Он ездил в Оптину, пустынь, к старцам туда. Потом, вернувшись, он принял православие и был алтарником в храме, был в Моросейской общине старца Алексея Мичева, окормлялся у его сына, священномочника Сергия Мичева. Первое дело, по которому он отправился на страдания в 1929 году, это было как раз дело Моросейской общины, где он получил три года, потом был следующий арест, где он получил уже 10 лет. И последний этап жизни отца Владимира связан с нашим краем, тогда с обширной Курской епархией, которая обнимала две области, Курскую и Белгородскую. Кончался он в 1992 году, то есть он перешагнул вот этот этап уже перестройки, уже открытый, когда церковь уже почувствовала свободу. Он передал эту эстафету дальнейшую и уже мирно почил в день своего рождения.